Здравствуйте! У нас сегодня опять эксперимент. Мне очень нравится эксперимент. Сегодня мы с вами будем сажать три разных емкости. Смотрите, здесь у меня кошачий наполнитель древесный, вот такой светлый. Здесь у меня опилки древесных пород. Здесь у меня просто грунт. Сейчас мы будем сажать баклажаны и огурцы путем залила кипятком. Очень-очень, знаете, такой нестандартный способ посадки. Но поверьте, он с ног сшибательный. Так, сейчас я наряжусь передник. Вот хитсат мне подарил, глядите, какой передник. Интернет-магазин. Теперь я буду совсем прям настоящий садовод. Итак, приступаем. Чайник у меня скипел, голимый кипяток. Я беру обычный баклажан, называется эфиоп. Средний спелый, урожайный, для теплицы открытого грунта. Сорт тоже хороший, проверенный. Вообще, вы знаете, вот мне кажется, баклажаны всегда надо брать только или среднеспелые, или же ранние сортов. То есть не старайтесь брать позднеспелые. Они, конечно, более, размером больше, но у нас вот в средней полосе всегда проблемы. Надо брать вот такие ранние сорта всегда. Итак, берем баклажаны. Называется эфиоп, я уже сказала. Я высыпаю в ладошку. Здесь у меня грунт сухой, то есть никакой воды здесь нет. Я прям просто вот его насыпала и вот так в произвольном виде рассыпаю по нему баклажаны. Ну, немножко вот так, чтобы они не одной кучей, так вот маленько так пальчиком их тро-ля-ля. Ну, размешаю. Вот так. Кипяток. Галимый кипяток. Страшно, конечно, но поверьте, вот не бойтесь, леете. Но не так, чтобы, конечно, чтобы там булькало кипяток. Нет. Вот все. Этого достаточно. Ошпарили. Сразу закрываем. Завтра появятся входы. Вы не поверите, но это будет так. Я вам отчитаюсь. О, видите, смотрите, как сразу банка вся уже у меня запотела. Все. Я для верности, чтобы, как говорится, сохранить тепло. Я еще в пакет его спрячу. Ну, пусть будет так. Теперь пошло самое интересное. Что я могу сказать про кошачий наполнитель? Если вдруг у вас нет такой возможности добыть себе вот такие вот опилки, опилки должны быть только древесные, не из-под других материалов. То есть не годятся только древесные. Сосновые или дубовые, без разницы какие. Разницы нет никакой. Итак, берем, заливаем кипятком. Вот так. Ой, какой аромат пошел. Чудесный. Все, кипяток за работу. Я взяла обычный наш проверенный старый способ соловей, которые пчелопыляемые. Давно известные огурцы, рабочие. Их можно и засаливать, их можно и в салаты. То есть, ну, сорт такой проверенный временем. Беру семена. Вот так. Высыпаю. Вот их тут сколько. И прям вот так. Вы не бойтесь. Вы не заварите семена. Не беспокойтесь. Вот так прям. Я в произвольном порядке их. Их тут не так много. Емкость у меня достаточно большая. Пальчиком горячо. Раскладываю. Вот так. Я вам потом покажу, как их будет легко оттуда извлекать. Закрываем вот так. Хотите, можете еще чуть-чуть кипяточку. Но мне кажется, достаточно, потому что пальцем аж горячо. Накрываем крышкой сразу и убираем мешок. Теперь самое интересное. Здесь я вам покажу просто. Я не буду в это сажать, потому что принцип точно такой же, как сажаем в опилке. Я сейчас вам просто залью кипятком. Вы увидите, что будет происходить с этим наполнителем. Смотрите. Заливайте больше, не бойтесь. Смотрите, как в фильмах ужасов. Вы видите, как он начинает быстро, быстро, быстро набирать массу. Представляете? То есть у вас получится вот такая емкость с настоящими опилками. Если нет возможности у вас добыть, то есть берите кошачий туалет, даже не думайте, только древесный. И древесный желательно, чтобы он был белый. Еще доливаю, потому что они все забрали. Ну, давайте и в эти опилки посадим. Если уж так пошло, так опьянка. Еще добавляю. Вы знаете, как вот прям просто, можно сказать, что они выпили. О, класс! Даже на дне еще вот... О, отлично! Так, ну какой огурец возьмем? Ну, давайте вот такой вот. Вот, за добавок F1 возьмем. Итак, раскладываем их тоже в кипяточек. Ах, ай, горячо-горячо. Ну, здесь вот семян поменьше немножко. Все, я их тоже вот так закрываю. Ой-ой-ой. И закрываю. Все! Я специально делаю всю посадку рано, для того, чтобы к моменту высадки огурцов, или баклажанов, или перцев, или помидоров, вы уже имели сравнительный анализ. Оставайтесь с нами, я вам все буду показывать, отчитываться о всех моих экспериментах. Всем пока!